Девушки отдыхают Не знают, со своим личным составом он каждый день следит за общественным порядком в Ленинском районе города Красноярска. Перед тем, как отправиться на задание, молодой капитан напоминает своим подчиненным о правилах службы. Как всегда в отдел и все, спокойно работаем. Также все вызывают доклад, не забываем, вышли, зашли, чтобы все было как положено. За 8 лет работы Евгений из простого милиционера превратился в командира полка. За образцовое исполнение служебных обязанностей, профессионализм молодому человеку не раз объявляли благодарность. Главным же достижением своей жизни Евгений считает создание семьи. С супругой Еленой познакомился на работе во время несения службы. Было у меня небольшое замечание с ее стороны, вот так неудобно стало немного. Девушка делает замечание, ну и все, принял сведения. Принял всерьез, а через некоторое время пригласил Елену на свидание. Потом решил и вовсе жениться. Когда они познакомились, ну, немножко, конечно, они держали в секрете поначалу, но потом все это вскрылось, было приятным событием. Если вести речь о семейных ценностях, крепкой дружбе, то пару инговатых можно поставить в пример, коллеги обращают на них внимание. Форма сержанта полиции в ближайшее время Елене не понадобится. Она занимается воспитанием сына, Максима. Несмотря на декретный отпуск, Елена не перестает совершенствоваться. В свободные минуты посвящает творчеству. Сейчас вышивает картину в подарок подруге. У меня много всяких пристрастий и вязать, и вышивать, и шить. И еще бы что-нибудь хотелось сделать, но просто ни времени, ни рук не хватает. В коллекции Елены вязаные куклы, головные уборы, картины из нитей. Девушка готовит свои работы на выставку прикладного искусства. Недавно наша героиня приняла участие в конкурсе «Молодая мама» и стала одной из счастливых финалисток. Евгения Елену во всем поддерживает и гордится успехами жены. В Патаю выездили в марте. У меня как раз в марте был день рождения. И свой день рождения я отмечала за границей. Рассматривая фотографии, Елена вспоминает первую встречу с любимым. В нем она сразу узнала того единственного, о котором давно мечтала. Какие-то были черты характера, которые все-таки привлекли внимание. То есть это порядочность какая-то, надежность что-ли была. Даже не могу выразить все в словах. Но что-то было внутри такое, что привлекло внимание. Вы все-таки поспали? Да, поспали. Хорошо сегодня спал. Почти до трех долго. На работе строгий руководитель. Дома заботливый отец и муж. Без внимания Елену никогда не оставит и вовремя придет на помощь. Елена старается удивить супруга и готовит самые разнообразные блюда. Торты у нее очень вкусные получаются. Почаще мы стрелываем. Секрет счастливого брака, по мнению ребят, прост. Главное в семье взаимопонимание, забота и рука други и умение прощать. Возможно, я сегодня повторюсь, но знаю я не на словах, что дети – это ратный труд и счастье – непомерный вклад. Я часто слышу, не рожай, зачем тебе проблемный груз? А я скажу вам – это рай. И то, что женщина – горжусь. День семьи Евгений и Елена отметят в кругу своих родных и близких. Пусть и ваши семьи будут такими же дружными и крепкими, а в доме царит любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова